Здравствуйте! Мы начинаем еженедельный брифинг пресс-службы администрации города Кумертау. Я расскажу о текущей работе администрации. Начну с главной темы присвоения Кумертау статуса территории опережающего развития. На сегодняшний день ожидается подписание постановления о присвоении Кумертау статуса ТОР премьер-министром Российской Федерации. Постановление уже прошло общественное слушание, независимую антикоррупционную экспертизу и несколько этапов согласования. Сейчас оно находится на согласовании в Министерстве юстиции Российской Федерации и далее будет направлено премьер-министру для подписи. Теперь озвучу основные мероприятия прошедшей недели. 8 декабря в Москве состоялось заседание комиссии по определению победителей конкурса городов России «Город детей, город семей», организатором которого выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кумертау вот уже три года является постоянным участником конкурса и неизменно занимает призовые места. По решению комиссии в этом году в категории города с населением от 20 до 100 тысяч человек город Кумертау занял второе место. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 19 декабря в городе Москва. 9 декабря глава администрации Борис Беляев принял участие в 6 съезде муниципальных образований в городе Уфа, на котором рассматривалась одна из важнейших задач в сфере местного самоуправления. Повышение качества муниципального управления и эффективности решений, принимаемых органами местного самоуправления в целях повышения уровня жизни граждан, создания равных возможностей для реализации населением своих социальных и экономических прав. Участники съезда, представители муниципалитетов, федеральных и республиканских органов государственной власти поделились положительным опытом, обсудили актуальные вопросы, касающиеся работы муниципалитетов и определили ключевые задачи на ближайшую перспективу. 3 декабря, Международный день инвалидов, в Кумертау состоялось торжественное открытие обновленного клуба глухонемых. По инициативе главы администрации Бориса Беляева в клубе проведен капитальный ремонт силами ООО «Акрополь», ООО «Стройиндустрия», ООО «Спецэлектромонтаж плюс» и Пенатяжнов, а Кумертаусская мебельная фабрика изготовила и предоставила новую мебель. Кроме того, в клубе появились современный телевизор и настольные игры – подарки от администрации города. На сегодняшний день в Кумертау разработан и успешно реализуется пилотный проект развития кадрового потенциала. В продолжении развития данного направления 8 декабря в Кумертаусском филиале Оренбургского государственного университета состоялась первая студенческая научно-практическая конференция. Участники, представители научного сообщества и работодатели строительной индустрии города обменивались теоретическими знаниями и практическим опытом, а также обсудили передовые технологии в строительстве. В рамках конференции был донстант старт конкурсу профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в компетенциях сухое строительство и штукатурные работы, и кровельные работы. В Кумертау такой конкурс проводится впервые, но студенты города уже неоднократно участвовали и добивались успехов в региональных этапах. Почетный гость мероприятия, заместитель министра труда и социальной защиты населения РБ Фанур Шейхисламов отметил, что на рынке труда Республики Башкортостан самыми востребованными являются рабочие специальности. Он подчеркнул, что сейчас важно популяризировать такой труд, чему отлично способствует движение WorldSkills. Также Фанур Рафисович принял к рассмотрению предложению заместителя директора ОГУ Натальи Кондратьевой об открытии в городе Кумертау нового направления общественного контроля в сфере ЖКХ для пожилых людей. Кроме того, в рамках конференции работали секции архитектуры, градостроительства и ЖКХ, благоустройство городской среды, современных строительных материалов и кадровой подготовки в строительстве. 6 декабря в рамках выездных семинаров по вопросам межнациональных отношений, стартовавших в Республике Башкортостан в ноябре, в Кумертау прошел семинар «Стратегия государственной национальной политики, механизма укрепления единства российской нации и предупреждения межэтнических конфликтов». Участниками стали представители администрации и управления культуры городов и районов Юга Башкортостана. Собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия органов муниципальной власти и населения, проблемы развития межнациональных отношений в муниципальных образованиях Республики, а также приняли участие в различных тренингах. С 25 ноября по 6 декабря в Кумертау на стадионе «Шахтер» проходил учебно-тренировочный сбор сборной России по мотогонкам на льду. В нем принимали участие все чемпионы мира в этой дисциплине мотоспорта последних 12 лет. 5 декабря состоялась пресс-конференция с тренерами и членами сборной. Спортсмены отметили хорошее качество льда для проведения тренировок и отличные условия для проживания и проведения качественной восстановительной терапии. Также начальник сборов, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Раис Мустафин выразил надежду, что в следующем году город Кумертау также сможет принять и организовать сборные сборной России по мотогонкам на льду. 9 декабря в День Героев России в Историко-Краеведческом музее состоялась встреча студентов Кумертауского горного колледжа и членов Городского совета ветеранов. Участники возложили цветы к монументу боевой и трудовой славы и почтили минуты молчания в память защитников Родины. Затем встреча продолжилась с живым общением старшего поколения с молодежью. Теперь озвучу основные мероприятия прошедшей недели. 10 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» стартуют чемпионаты первенства Республики Башкортостан по жиму лёжа. 13 декабря в 11.00 в РЦНТ «Дуслык» состоится открытие четвёртых епархиальных рождественских чтений. Мероприятие продолжится работой тематических секций. 16 декабря в 15.00 в ДК «Рассвет» пройдёт городской конкурс «Педагогический звездопад». 17 декабря в 11.00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» состоится открытие турнира на призы главы администрации по дзюдо. В 12.00 в Агентстве по развитию территории откроет Центр делового развития. А в 13.30 в Кумертаусском филиале Оренбургского государственного университета состоится торжественное открытие опорного центра по реализации федеральной программы «Ты предприниматель». Всех желающих приглашаем принять участие в мероприятиях. На этом у меня всё. Спасибо за внимание. Увидимся в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин